4 сентября 2014. Беркут переворачивает вверх дном дом семьи Руслана Параламова. 12 мая 2016. В Бахчисарае российский ОМОН задерживает четверку крымских татар. 14 февраля 2019. Обыски в поселке Октябрьское. ФСБшники задерживают трех человек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так было 26 января 2017 года. Так, вот Эмиля теперь задерживают, что-то ему там предъявляют. Курбеденова обвинили в экстремизме, но позже отпустили. Почему российские власти устраивают черные четверги? У адвоката своя версия. 18 мая, день депортации крымских татар, он тоже был в четверг. То есть это еще больше добавило символизма на этот день недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мае 2016-го началось дело так называемой Бахчисарайской четверки. Российские силовики задержали четырех крымских татар по подозрению в причастности к Хизбут-Тахрир, организации, которую в России считают террористической. Жена Зеври Апсеитова хорошо помнит жизнь после Черного четверга. Первый год, наверное, я каждый день ложилась в одежде спать. Я потому что боялась. Мало ли я от этих людей, можно ожидать все. И боялась, мало ли они могут ворваться повторно, может, угрожать или что-то. Дети первые месяца, они все спали со мной в мете в спальне, потому что вдруг она, они опять придут. Террором призывают называть регулярные обыски в домах крымских татар Ахтем Чайгос. Понимание обысков и его процессуальное значение все знаем. Мы не должны участвовать в манипуляции, которые нам навязываются Россией. Это элементы террора для запугивания местного населения. Черные четверги у российских силовиков – это запланированные по графику акции устрашения, убежден заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Почему в четверг? Ну, это очень-очень элементарно, потому что у них все программно делается. Никогда в редких исключениях что-то там, какие-то коррективы. Вот они решили понедельник похищать, вторник там, допустим, арестовывать, в среду делать вот это, отработка, в четверг, значит, утром несколько домов выломать двери, забежать, и ничего менять они не будут. Год назад с десяток вооруженных автоматами ОМОНовцев ворвались в дом крымско-татарской активистки Гульсум Алиевой. Ее обвинили в разжигании межнациональной розни, конфисковали телефон и технику. Саму Гульсум задержали. Все происходило в четверг. Более чем понятно, почему так делают. Для того, чтобы невозможно было оказать надлежащим образом правовую помощь. И для того, чтобы был, скажем так, временной лаг для оказания воздействия на задержанного. Когда силовики устраивают облавы в четверг, то выигрывают время для следователей. И никакого символизма в этом нет, убежден адвокат Николай Полозов. До решения суда об избрании меры пресечения возможно задержание на срок до 48 часов. Соответственно, четверг до пятницы 24 часа, с пятницы до субботы еще 24 часа, а суббота-воскресенье сезон не работает и адвокат не может туда прийти. Значит, это дает 4 суток для того, чтобы отработать человека органам, оперативникам и так далее. Мы спросили о черных четвергах у сотрудника ФСБ в отставке. И вот, что он нам рассказал. Ну, в четверг почему? Они, как правило, в четверг планируют. Выезжают, заказывают оперативный работник или центральный аппарат заказывают. В четверг они вылетают в регион, проводят такие подобные мероприятия, в пять минут возвращаются, чистка оружия, там, суббота-воскресенье по домам. То есть это все очень... Поэтому, да, четверг, как правило, такой очень удобный день и все такие мероприятия планов. Крымским татарам, задержанным 27 марта и в четверг, 28, подконтрольный России суд в Симферополе избрал меру пресечения. В СИЗО они будут находиться до 15 мая. Дмитрий Евчин, Никита Исайка, Крым. Реалии.